психически здоровый взрослый человек сам является богом создатель перформер креатор много раз рассказывал про это не внеокортекс на иконах рисуют что активированный неокортекс вот этот не высшая человеческая нервная деятельность самый новый отдел мозга эволюционный рептильный мозг ли или лимбическая система и лимбическая система это от а неокортекс это рай где все творчество где все ответы на вопросы где нет проблема только решение где нет змей в лесу а только грибы которые вы видите вот это нимб неокортекс значит тот человек который вышел из под воздействия гипноза первичного родительского вышел из своих различных состояний которые с этим связаны опять же это и психиатрия и расстройство болезни и он поднялся и активизировал вот этот отдел мозга путем правильного восстановления гомеостаза режим дня питания опять вот деятельность все 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 вот самый простой опять же базовые вещи закрыл все области своей жизни так или иначе они активированы да вот это колесо жизни условно до который там по секторам область сферы там все все в балансе все в меру все настроено психическое здоровье то самое и от этого восстановил восстанавливается гомеостаз и это активизирует тот самый нимб поэтому этот человек становится творцом он ну это там творческая деятельность любая или да все что угодно понимаете психически здоровый человек это и есть бог потому что здоровая психика она и подразумевает не насилие мне не надо объяснять мне не нужен административный уголовный кодекс чтобы мне стало понятно что не надо насиловать убивать и грабить людей мне это и так понятно поэтому это все для нездоровых или откровенно больных ну нездоровых психически людей вот эти все ограничения не насилие тропинка любви до гурманство не насилие творчество ну и какие-то уже появляются ценностно скажем так морально этические уже вещи это вот опять же это в высшие вот это самоактуализация да как по пирамиде масло но чтобы это активизировать по-настоящему они играться в этом чем занимается большинство гипнозников религиозников и людей в религиозном гипнозе всех мастей это и официальной конфессии эзотерика и мистика культизм и и маги чародеи таро гороскопы и какие-то там осознанные сновидения трансерфинге и даже мейнстрим психология считать часть это тоже а это части одного большого так называемого религиозного гипноза вот они играться хотят в жизнь они жить они хотят в это поиграть значит там этого нету так вот чтобы активизировать это по-нормальному во-первых это вот та самая психиатрия которую андрей сдает например потому что это медицина это реально опять же но самое главное опять же программе остаться вспоминаем надо базовые потребности закрыть по той же сами самой пирамиде маску без базы не будет верхушки без мяса секса крови хорошего жилища способности себя оборонять защищать бить в лицо когда на тебя нападают огрызаться рвать зубами быть животным без этого не будет этого не будет бога никакого на кортекса надо сначала с этого стартовать лапами оттолкнуться и постепенно постепенно туда это приходить и это активизировать это сложный путь который требует базы виде чего конечно же в виде денег прежде всего мы говорим да если там объективно исчисляемый параметр деньги деньги а у нас все эти гипнотические абсолютно дьявольские гипнотические религиозные направления они же деньги то отрицают а без них человек реально к настоящему богу он не придет никогда они искажают извращают дают суррогат вычурный специально лишая человека действительно реальной возможности прийти к реальной духовности почему я грудь деньги высшая духовность потому что только они по сути как база этого треугольника дают сразу в потенциале и верхушку если не будет этого этого не будет точно никак вы не сможете голодным больным без жилья с плохим здоровьем там с постоянным там насилием зависимостью психической или еще какой-то в разобранном состоянии абсолютно растоптанного этого гомеостаза вы не сможете прийти ни ни к какому богу то есть активизировать свой высший а неокартикальный вот этот отдел мозга вы не сможете стать творцом вы не сможете сами стать богом то есть прийти к богу имеется виду внутри себя вот когда все они говорят бог внутри нас так вот это мозг наш вернее его отделы определенные и рай и ад это не после смерти это при жизни рептильная отдела лимбическая система от зависимости хочу там кто-то это называет там низкие вибрации там еще что-то вот это доминировать размножаться потреблять когда человек залипает в этом до удовольствие хочу 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 больше больше доза растет вот эти все наркоманы и так далее они просто в аду находятся и естественно у них из этого состояния перейти какую-то в новый мозг неокортекс у них нет никакой возможности они находятся в аду реально при жизни а люди допустим вот те самые просветленные или там по-настоящему духовные без вот этих вычурности вот это ряженые клоунада зачем мне что-то чтобы быть духовным это вот все игра до для красоты для поиграться для прикола улыбка первый признак психического здоровья чувство юмора первый признак психического здоровья да для кайфа для гурманства да но если человек начинает реально в это верить и вот эти погоны от бога до надевать и вы это всерьез верить значит это уже бредовое расстройство да так о чем я говорил про подняться до но у кортекса стать просветленным святым то есть с активации но у кортекса но там он еще быть должен понимаете развиты или хоть какой-то вся наша личность вся наша судьба и карма это наш мозг и у кого что там есть уже от природы вот потому и говорят там натальная карта там карта навигатор по всей жизни да это наш мозг мы с ним с этой программы внутри него и всего тела генетически но главное это мозг уже это предопределено потому что структура конструкция мозга которая не наследуется генетически до самоизменчивый орган он уже определю определил вашу жизнь в момент вашего просто рождения вот как он там развился внутри там утром на развитие как там травмы не травмы хорошее питание там матери там ну да и все он уже родился все вот вот вы уже пришли с этой натальной карты в виде вашего мозга конструкции вы ее поменять не сможете вот что имеется ввиду вот она судьба карма и все прочее поэтому у кого-то этого неокортекса не то чтобы нету а он никогда не активируется потому что человек больше зафиксирован на как-то так но опять же структурно морфологические поля под поля мозговые в каких-то нижних вот этих там таких простых очень реакциях в реактивный мозг лимбической системы как бы там вот это ну такое ну ну простой дом семья дети размножиться бей бьют бей в ответ там или там преследуют там убегая да то есть такие очень простые вот опять же такие ну обезьяне мозг да вот тот самый эффективный реактивный эмоциональный обезьяне мозг лимбическая система ну рептильный мозг это понятно это уже чисто там это еще ниже ну все это едино нет потенциал даже для того чтобы вот это там что-то активизировать еще могу рассказать про например нашу традиционную здесь вот эту всю христианскую историю как про треугольник карман но я же это уже рассказывал сто раз то бог преследователь отец мать жертва богоматерь и спаситель спасатель вот он треугольник и парасимволизм тоже говорил просто культ смерти просто мертвый человек крест это же просто типичная казни в древнем риме было это не то что там для христа там что-то особенное сделали это на крестах и просто это казнь такая классическая в те времена была это просто человек молится и орудию смерти и результату смерти христианство на самом деле не про жизнь тоже про страдание про смерть понимаете как это упаковано настолько для людей ну либо не очень проницательных либо не сильно думающих либо в жестком гипнозе это упаковано настолько хитро что ты даже ну для обывателя это непонятно на что вот я имею ввиду или там в чем бы загвоздка там этого христианства а потому что эстетика сама по себе если конкретно про это говорить дизайн нравится не нравится инфохимия она вся смертельная вот надо смотреть буквально как я вам сказал про буддийского монаха которые в медитации это человек который сидит на полу ничего не делает в халате оранжевым с открытыми или закрытыми глазами то же самое про христианство надо смотреть буквально полутрупы изможденные святые так называемые мертвый человек как символ ну и так далее вот это плоть кровь такой каннибализм ритуальность символической вообще конечно это все похоже на истинно дьявол поклонничество который просто обманом людям преподнесен как что-то хорошее понимаете если вы все равно отдаете туда энергию никого не интересует обманом этого добились от вас или добровольно вы это делаете вы говорите свою да вы отдаете туда путем на направлении своего внимания свою энергию и вы кормите и грегор дьявольский потому что суррогатная вот это вычурное официальное христианство это дьявол поклонничество посмотрите на например храм вооруженных сил там новодел понятно да это безумно но это совсем тому же шизофрения дурка понятно но просто посмотрите по дизайну на что это похоже куча мемов куча шуток в телеграме да там мордор или там какая-то преисподней этот храм это все на самом деле вот так и работает это все действительно надо воспринимать где-то и очень буквально не надо вот тоже вот искать какие-то подтексты скрытый смысл да вот оно все на поверхность а вы как будто бы не верите как будто бы не не видите потому что что потому что работает гипноз быть с высшим образованием быть умным смотреть куда-то к уж глубину там да вот тебе показали все воспринимает а как есть нет я вот впаду в свои дни в роз и буду искать какую-то там скрытый смысл да вот он под носом находится это дьявола поклонничество которое для людей упаковано в какой-то там христианство поэтому я вам очень сильно настоятельно не рекомендую в эти игры играть и если вы хотите избавиться в том числе от своей жертвенности от воздействия родителей вам нужно убирать все атрибуты из своей жизни и этой части гипноза тоже христианство делает из людей жертв которые также будут что там как-то вот смирять как-то вот терпеть как-то вот отвечать вернее не отвечать на насилие это по сути дела тоже философия бездействия а действия наоборот в людях пресекается потому что она она основана на либидо на сексуальной энергии которая конечно же контролируется или отсекается или контролируется или подчиняется или как-то там ну вот перенаправляется или просто запрещается табуируется да на самом деле сексуальная энергия это вся энергия нашей жизни если ее задушить то по сути дела человек то и впадает и в депрессию там и в какие-то состояния или в жертву до поэтому а это еще похоже вот это пресечение в человеке перехода к активному действию где к действию по самозащите по самообороне или просто выразить себя творчество опять же все он вся на все наше пространство она придумана заточена по то материальное пространство чтобы мы с ним входили во взаимодействие то есть мы действовали она сама жизни сама это физическая вселенная она как бы нам нас приглашает действуй поиграй со мной до займись со мной любовью займись со мной сексом ну то есть про взаимодействует со мной а люди как бы через эти мысленные вот эти защиты они как бы так опа не менее я вот тут в домике я не хочу и естественно жизнь таких людей она как бы стирает она их не видит тоже они устранились из них как бы нету такие мертвые души я не хочу я отказываюсь с тобой играть моя дорогая жизнь это идет от родителей когда тоже вчера рассказывал мать увидела там ребенок в комбинезоне упал в лужу она орет ругает а он всего лишь познает он входит вот через действие как раз в это взаимодействие с материальным физическим пространством познает мир валяется в грязи есть песок мел значит рвет одежду там ну короче это это нормальные живые проявления детской психики нельзя запрещать надо просто накопить денег чтобы менять этот комбинезон ну каждый день условно ну и как-то организовать это все чтобы не бить по рукам своему ребенку пока он вот в этом этапе потому что дальше если это делать это все отразится вот как раз таки через нежелание действовать потому что мама то в детстве наказывала била по рукам орала почему порвала испачкал комбинезончик за 10 тысяч рублей а у меня зарплата 25 все опять же проблемы людей от нищеты опять деньги высшая духовность были бы деньги не было бы вопросов вот и такой комбинезон там на каждый день как у хочешь и не надо было бы ребенка ругать ну допустим да все равно конечно речь про здоровую психику про здорового любящего родителя даже не совсем про деньги все-таки но с деньгами это проще реализовывать вы понимаете так вот вот это нежелание действовать или я даже сам себя там могу вспомнить вот у меня отец вот такой абьюзивный психопатичный я помню а я такой очень шебутно очень там разбит но я самого детства там ну просто вообще там рвал металл там ну со мной как бы справиться не могли то есть это не то что какая-то гиперактивность а просто мне нравилось вот там бегать там прыгать вот то что я описываю без какой-то деструкции без какой-то там чего-то ну просто я активный был потому что живой и это вот все пресекалась значит на меня смотрели таким взглядом когда я там играл во что-то и там я уже помню там пять лет было там 67 да я там устраивал какие-то игры я моделируя будущую жизнь да это же так обучается ребенок какие-то там дома строилась каких-то стульев какие-то танки одеялами это накрывал туда залазил у меня была башня у меня была там какие-то чего-то там короче я придумал такие штуки я прям погружалась в этот процесс я помню вот это вот выражение лица типа что ты тут делаешь вот это вот это мой папа а у вас допустим такие такие мамы могут быть или папы тоже вот или я там баллоса баллоса баллос там с автоматом на улице с какими бегаю с какими пацанами да там то есть я очень такой простой и живой ребенок был в этом смысле без всяких вот тоже такое вот такое неодобрение типа а не позоришь ли ты меня своим там внешним видом или поведением вот она пресечения желание действовать и самовыражаться в жизни вот наши первичные бойги то есть родители которые дают либо благословение на эту жизнь выражайся сын проявляйся сын действуй будь то есть это придает смелости уверенности вот и желание действовать раскрепощение свободу и вот как-то вот это состояние действует 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 действовать хочется это попробовать то все все до активность вот это особенно для мужчин до для и для женщин без разницы а тебе токсичный твой бог твой реальный биологический родитель как и потом закрепляется это все в конфессиях тоже не любящий токсичный карающий наказывающий регулирующий порицающий тебя бог даст концепция этого греха такой родитель токсичный токсичный в семье он и дает вот это пресечение прижигание не действуй не выражайся не выражай себя не не проявляйся не говори не играй не фантазируй не действуй вот это слово будет повторяться сегодня часто действуй 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 или строй или даже если ломаешь там я машинки любил там сломать посмотреть что у него там внутри это тоже действие не не надо иначе папа зайдет в комнату и будет смотреть на тебя пренебрежительным взглядом а мать допустим его покрывать просто оставаясь с ним рядом да тем самым давая подтверждение сыну что а вот вот это для меня важнее чем ты понимает и и вот действия бездействия почему травмированные дети невротики из дисфункциональных семей жертвенные не уверены в себе недолюбленные естественно они любят религии они любят секты они любят какие-то эзотерические философские воззрения какие-то школы философии еще там что-то на придумывать себе там что-то вот эти игры грезы сны фантазии которые изначально должны были в детстве состояться если бы им никто не препятствовал не мешал а они уже потом во взрослом возрасте просто потому что психика задержалась в своем развитии человек не доиграл но играть то можно что машинка маленькая что мужик вырос у него большая настоящая машинка это тоже играю но это нормально просто психика она реально осталась вот той детской там восемь лет человек не понимает что ну ты растешь и игра в общем то вместе с тобой растет вся жизнь игра но просто игрушки вырастают вместе с твоей психики а так психика не вырастает и вот это состояние вот это состояние она остается и вместо того чтобы реализовывать свое действительно вот это божественное проявление через действие действие есть решение кривое такое косое неважно главное это действие вместо этого просто имитация просто вот там какое-то нагромождение чего-то там который не ведет ни к чему вот как этот будет или как это христианство это ни к чему не ведет ну еще конечно мне очень не понравилось в этой книге которую мы на подкасте дочитываем про буддизм то что там есть вот они же не зря примазались будда мозг и нейрофизиология то есть они как бы к западному направлению нейрофизиологии до при примазываются присасываются там есть такие достаточно пассивно агрессивные такие подколки в сторону западной традиции западные научные мысли школы этой мысли да и тем плодам которые принесла этому миру в целом всей человеческой цивилизации одна единственная настоящая и реально существующая одна цивилизация западная белая научная которая придумала все чем пользуются все на планете земля никакой другой цивилизации нету есть этнокультурные группы образование все прочее они ничего ничего не привнесли в это пространство но они этим любят пользоваться как и буддисты вот он и приводит такие простые элементарные примеры я сел в самолет позвонил по мобильному телефону зашел в интернет включил компьютер а кто же это все придумал вы и стали буддисты своих пещерах в тибете что ли в непале в индии да нет конечно вы ничего не сделали как и христиане 0 вся история буддизма 0 вся история христианства 0 где самолет где макбуд макбук где лампочка где автомобиль ferrari где iphone где смартфон где антибиотики ничего нету потому что там нет действия там искажены все логические принципы это не работает это защитная пленка презерватив который защищает человека чтобы не жить реальную жизнь реальная жизнь воссоздана учеными западным которые не медитируют просто сидя ничего не делаю которые занимаются делом и они показывают демонстрируют дерево по плота по плодам они показывают свои результаты реальные не просто фигура речи не просто игр игр не просто я подумал а там промежуток это пиздобольство это просто можно выдумывать 24 на 7 чем они занимаются это не приносит реального результата покажи мне результат его нет значит мы приходим к выводу какому что знание это то что дает ключи и преимущество от этой реальности ключи от реальность преимущество в этой жизни то что работает на практике давай определенные плоды результаты таким образом вот это андрес говорит опять же таким образом мы можем сказать что нету никакого философского буддийского знания знание это то что можно применить и получить результат конкретно например придумать вот все что за моей спиной находится это с чего я веду эфир значит и раз этого не происходит нету никаких плодов результатов нет никаких изобретений нету никаких следствий конкретных материальных физических исчисляемых объективных значит это не знание и она в таком случае почему не знание потому что не дает ключей преимуществ ответов решений и какого-то опять же результат вот это очень простая логика поэтому в буддизме нет знания и буддизме нет практики потому что там нет действия и там нету ключей от этой реальности это все ну вкусовщина но может кому-то нравится в это поиграть ну пожалуйста мне больше нравится жить в этой реальность уж насколько получается